ЧП Копилка наград пополнилась золотом и серебром. На этот раз боксеры из Дворца Спорта Норд завоевали медали на соревнованиях в Кирове. Вертолет принадлежит 2-му архангельскому объединенному авиаотряду. На его борту находилось 7 человек. В результате крушения двое погибли. Это бортмеханик и один из пассажиров. Еще 5 пострадали. К месту авиационного происшествия добрались 2 вездехода. Пострадавших сначала доставили на вертолетную площадку месторождения Трепса, откуда вертолетом Ми-8 перевезли в Наринмар. Спасательный борт прибыл в окружную столицу в половину девятого. Оттуда всех пострадавших на 4-х каретах скорой помощи отправили в приемный покой. Состояние всех выживших в результате катастрофы врачи оценивают как тяжелое. Травмы различные. Два с пневмотораксом пациента, два с первым бедра, один тяжелое состояние. Повреждение внутренних органов черепно-мозговой травмы. Сейчас все пациенты разведены на исследования. Кто на компьютерную томографию, кто на ультразвуковые исследования, кто на рентгенографическое исследование. Берутся анализы, определяется уже конкретное состояние пациента. Всем оказана необходимая первая помощь. В случае необходимости готовы вызвать врачей из Архангельска. Отмечается, что сотрудники Наринмарского авиаотряда и медики санавиации сработали слаженно и оперативно. Ситуацию на личный контроль взял и глава региона Игорь Кошин. Также известно, что вертолет Ми-8 выполнял рейс по заказу ООО «Башнефтьполюс» из Варандея в Наринмар. В нефтяной компании ситуацию комментировать пока отказывается. По предварительным данным, причиной трагедии могли стать плохие погодные условия. Просто авиации сообщают, что авария произошла из-за поломки двигателя. Мы продолжаем следить за развитием событий. Всю свежую информацию смотрите в наших следующих выпусках новостей. Приоритеты обозначены. Профильные ведомства получили задачи. Президент России Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Совета Федерации. В своей речи глава государства обратил внимание на ключевые моменты в политическом и экономическом курсе страны. Послание станет основным документом, которым будут руководствоваться как федеральные, так и региональные законодатели. 2015 год объявлен годом борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Об этом заявил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Ежегодные речи были затронуты самые важные направления, на которые следует обратить внимание в ближайшие годы. Одна из них – демография. В этом году в глобальном рейтинге здравоохранения Россия впервые признана благополучной страной. Это государство, где средняя продолжительность жизни превышает 70 лет. На данный момент этот показатель в России превысил 71 год. Считаю, что у нас есть все основания уже в ближайшей перспективе увеличить среднюю продолжительность жизни до 74 лет, добиться новой качественной динамики в снижении смертности. В этой связи предлагаю объявить 2015 год национальным годом борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые являются основной причиной смертности сегодня. Своё выступление Владимир Путин начал с внешни политического фронта. Из-за непростой ситуации в мировом сообществе России необходимо уделить внимание на внутреннее состояние страны. Здесь в первую очередь президент возлагает надежды на крепкую экономику, в частности средний и малый бизнес. Применяемые санкции должны стать толчком к развитию частного сектора. Для этого Владимир Путин призвал отказаться от системы тотального и чрезмерного контроля. Малому бизнесу предложил предусмотреть надзорные каникулы и проводить в течение трёх лет проверок, если предприятие зарекомендовало себя и заработало хорошую репутацию. Предлагаю на ближайшие четыре года зафиксировать действующие налоговые условия. И к этому вопросу больше не возвращаться, не менять их. При этом необходимо реализовать уже принятые решения по облегчению налогового времени, прежде всего для тех, кто только начинает свою работу. Как и договаривались, для малых предприятий, которые регистрируются впервые, будут предоставлены двухлетние налоговые каникулы. Также льготы получат производство, начинающееся с нуля. И ещё. Предлагаю провести полную амнистию капиталов, возвращающихся в Россию. Развитие региональной инфраструктуры также будет способствовать продвижению дел в бизнесе. Это строительство дорог, всевозможных инкубаторов, индустриальных парков. Федеральный бюджет готов финансово поддерживать субъекты в этих начинаниях. Кроме того, президент выделил Дальний Восток, Крым и портовые города как приоритетные в развитии регионы. Сюда же относятся арктические территории, через которые проходит Северный морской путь. Также нам необходим комплексный проект современного конкурентного развития Северного морского пути. Он должен работать не только как эффективный транзитный маршрут, но и стимулировать деловую активность на российском Тихоокеанском побережье и освоение арктических территорий. Конкурентная экономика невозможна без профессиональных кадров. Тут Владимир Путин призывает отказаться от гонки за количеством и обратиться к качеству подготовки специалистов. Это касается как высших, так и начальных и средних учебных заведений. Следует возродить традицию проведения конкурсов профессионального мастерства. Президент напомнил, что существуют государственные программы профессионального обучения и трудоустройства инвалидов. Одну из программ «Доступная среда» предложил продлить до 2020 года. В 2020 году как минимум в половине колледжей России подготовка по 50 наиболее востребованным и перспективным рабочим профессиям должна вестись в соответствии с лучшими мировыми стандартами и передовыми технологиями. Для воспитания приходящих поколений глава государства призвал объединиться медицинским работникам, представителям культуры, образования, средствам массовой информации, общественным и спортивным организациям. Совместными усилиями эффективнее воспитать всесторонне развитого гражданина. Поэтому в детском и юношеском возрасте у человека должна быть возможность проявить себя. В этой связи недопустимо свертывание системы внешкольного дополнительного образования. Центр художественного, технического, музыкального творчества – это огромный ресурс гармоничного развития личности. Прошу правительства и регионы обратить внимание на эту проблему. Предложить финансовые и организационные механизмы ее решения. Эту проблему можно решить за счет негосударственных образовательных учреждений, культурного, научного, технического, спортивного и других направлений. А в завершении своей речи Владимир Путин еще раз поблагодарил тех олимпийцев и паралимпийцев, которые достойно защитили честь страны на Сочинской Олимпиаде. Закончил президент свое послание словами «Мы готовы принять любой вызов времени и победить». В своем послании президент также отметил необходимость достойного воспитания подрастающего поколения. Для этого необходимы как квалифицированные кадры, так и качественные современные здания образовательных учреждений. В Ненецком округе сейчас строятся четыре новых детских сада. Один из них, который находится на лесозаводе, сдадут уже в декабре. Он сможет вместить сразу 220 малышей. Ненецкая нефтяная компания, которая спонсирует строительство социально значимого объекта, приняла в новострой журналистов. Представители нефтяного предприятия рассказали СМИ, на каком процессе сейчас находится стройка. Строительство нового второго дома для малышей началось в феврале 2013 года. По проекту детский сад Ясли рассчитан на 220 воспитанников. Предполагается, что здесь будет много малышей в возрасте до 4 лет. Именно для них построены веранды с утепленным полом и неглубокий бассейн. Когда я первый раз сюда заехал, он в территорию, это было просто, можно сказать, мусорная свалка, и что-то такое не было. Объем большой был, только по вывозу одного из этих материалов, который, чтобы подготовить такую площадку. Соответственно, сами говорите, ни одной коммуникации не было. Нам это все приходилось просто и с нуля это все делать. Так же самое, что система газификации, система водоснабжения, система, вот как мы сейчас понимаем, канализации. Строительство детского сада Ненецкой нефтяной компанией обошлось более чем в 300 миллионов рублей. Сад имеет автономную трансформаторную подстанцию и собственную котельную. Если потребуется, ее мощности хватит и на новостройки микрорайона. Для полной готовности к сдаче в помещении необходимо завершить отделку бассейна и собрать мебель. До 20 декабря Наринмарстрой планирует закончить все работы, тем самым выполнив контракт с Ненецкой нефтяной компанией. У нас получается месяц, чуть больше месяца будет просрочено по строительству. Я считаю, что в данном случае просрочки незначительные, несущественные, потому что в зимний период все равно детей еще никто не переведет. Поэтому у нас считают, что есть немножко времени, потому что нужно сделать качественно, нежели сдать срок, но и с недоделкой. Кроме того, нефтяники оформят, архитектурную подсветку здания и детский сад станет не только решением проблемы очередей, но и эффектным украшением города. Законодательное собрание Ненецкого округа окончательно сформировано. 19 депутатом окружного парламента стал Игорь Соколов, директор дворца Спорта Норд. Напомним, он занял место, которое стало вакантным после назначения Евгения Алексеева сенатора. На этой неделе депутаты окружного парламента провели очередную сессию. В повестку дня включили 25 вопросов. Часть законов, которые рассмотрели парламентарии, направлены на реализацию социальной политики в регионе. На пятой очередной сессии собрания депутатов приняли несколько законопроектов по увеличению мер социальной поддержки. В частности, увеличили выплаты участникам и инвалидам Великой Отечественной войны. Сегодня эта категория населения ежемесячно получает 20 850 рублей. Законотворцы увеличили размер выплаты до 25 тысяч. Кроме этого, все ветераны в преддверии 70-летия Великой Победы получат единовременную материальную помощь в размере 70 тысяч рублей. Также на сессии приняли изменения в окружной закон о поддержке семьи, материнства, отцовства и детства, в частности, в организации летнего отдыха для детей. Принятый в двух чтениях закон дает право детям, которые добились успехов в учебе, искусстве и спорте, использовать бесплатные путевки в оздоровительные учреждения один раз в два года, а не в три, как это было ранее. Кроме того, дорога до места летнего отдыха и обратно теперь будет оплачена. Такое же право предоставили и детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Не забыли и о тех, кто сопровождает организованные группы детей к местам отдыха. Оплату стоимости проезда проживания и питания им компенсируют из окружного бюджета. В первом чтении принят законопроект, касающийся оплаты стоимости отпуска за границу. Напомним, 11 сентября на сессии был принят закон, согласно которому компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту отдыха и обратно за пределы России для чиновников и работников бюджетных организаций с 1 января 2015 года будет ограничена суммой в 30 тысяч рублей. Позже губернатор региона заявил, что принятые поправки не должны касаться работников бюджетных организаций. Речь идет о служащих. Более 200 детей и 370 взрослых прошли осмотр врачей в селе ОМА. На днях там завершил свою работу передвижной медицинский отряд «Красного чума». Напомню, этот проект – уникальная возможность пройти медосмотр в одном месте, не выезжая в город. Несколько дней в местной амбулатории жители осматривали врачи узких специальностей, а также педиатр и врач общей практики. Шестой сезон профилактического осмотра населения было решено посвятить западным населенным пунктам округа. 24 ноября передвижной отряд врачей «Красного чума» приземлился в ОМЕ. Это один из поселков, где базируются оленеводческие бригады. Ведь первоочередная задача проекта – обследование и оказание первой медицинской помощи кочевому населению. В составе отряда – врач общей практики, педиатр и представители узких специализаций – хирург, невролог, окулист, лор, психиатр, нарколог, стоматолог, педиатр, эндокринолог, дерматолог и флюорография. Всего 18 человек. Оленеводы, чумработницы и члены их семей, они оказываются внизу на действие всех традиционных систем здравоохранения. И у них нет возможности получать первую медицинскую помощь, равноценную которой получают люди на земле в медицинских учреждениях. Лицо вверх клади. Вот, молодец. Открой ротик. Вот, до 17. Вот, улица. Первые два рабочих дня посвятили осмотру детсадовцев и школьников. Врачи разместились прямо в учреждениях и на переменах осматривали детей. Специалисты не раз отмечали – сельские ребята развиваются по-другому. Образ и условия жизни немного суровее, чем у их городских сверстников. Большую часть времени они проводят на улице, что благотворно сказывается на здоровье. Только возможности регулярно наблюдаться у врачей они лишены. А значит, диагностика заболеваний и назначение лечения запаздывают. Впрочем, это же касается и взрослого населения. Даже выехав в город, не каждый успевает пройти обследование у нужных специалистов. И красный чум в этом плане уникален. Мы осмотрели детей, оставили свои рекомендации. Населению были мы доступны в плане… Все желающие, которые хотели прийти вне профосмотров, которые мы проводили детям в детском саду и в школе, они могли прийти и просто-напросто свои проблемы, состояние здоровья ребенка, обсудить и получить какую-то информационную поддержку. Работать приходится по 9-10 часов в сутки. Спрос населения на медицинские услуги очень большой. Помимо диспансеризации, врачи выписывают справки на ношение оружия и управление транспортным средством. В смену принимает по 120-150 человек, при обычной нагрузке – в 20-25. Наплыв посетителей можно объяснить и отсутствием в местной амбулатории главного врача. С августа фельдшер, акушер и медсестры работают без него и выполняют большой объем работы. Наличие врача в сельской больнице, я считаю, это просто необходимо. Если был бы врач, который владел бы вопросами педиатрии, соответственно, вопросами терапевтическими, терапевтическими вопросами, подростковой медицины, наверное, это был бы оптимальный вариант. За первую неделю работы бригада врачей осмотрела около 170 детей и 370 взрослых, в том числе участников войны, инвалидов и пенсионеров. К ним врачи выезжали на дом. Из кочевого населения пройти диспансеризацию смогли только 17 человек. Из-за погодных условий к поселку не подошли две бригады. Они встретятся с красным чумом уже в Неси, где врачи продолжат свою работу до 5 декабря. А в Неси оленеводы общины Канин заготовили первую партию мяса. Забой начался с опозданием почти в неделю. Причиной стала плюсовая температура. Мясо охлаждают на улице, а в теплую погоду такой возможности нет. Хотя новый убойный цех, который позволяет заготавливать мясо в любое время года, в общине простаивает второй год. В Неси первые бригады загнали оленей на убой. В этом году норма поставлена 90 тонн. 45 тонн ожидается от частников и столько же от общины. Недели простые, а бригады и оленей можно было избежать, ведь у СПК в прошлом году появилось новое финское оборудование. В 2012 году мясокомбинат предоставил современные убойные и разделочные цеха «Морозильные камеры». Это современный финский убойный цех, который вне зависимости от погодных условий позволяет забою оленей более ранние сроки. И он включает в себя разделку и шоковую заброску мяса ПК. Пустить в оборот новые установки к этому году не успели. Длительное и простое оборудование почти в два года стал причиной технических неполадок, поскольку все предметы импортные заказывать запчасти пришлось в Финляндии. По словам оленеводов, ввод в эксплуатацию мобильного убойного пункта позволит не только быстрее заготавливать мясо, но и сократить затраты. Меньше затраты, там всего лишь 5-6 человек хватает для работы на этом цехе. А сейчас придется одной забойной бригадой у нас 12 человек. Впрочем, к концу убойной кампании с ремонтом предполагают закончить и уже на новом оборудовании испробовать заготовку мяса, пока убойная кампания проходит по старым технологиям. Я и моя малая родина, 85 лет, Нинецкому округу. По таким названиям в Норинмаре впервые прошел образовательный форум для активной молодежи. Он объединил около 300 представителей молодежи региона, в том числе и сельской местности. Завершился форум в детско-юношеском центре «Лидер» ежегодной ярмаркой детских и молодежных общественных объединений. Там подвели итоги форума, вручили премию управления образованием и наградили победителей конкурсов. Около 300 активных представителей молодежи Нинецкого округа собрал образовательный форум. Инициатором таких встреч стал Владимир Путин. В 2012 году он поручил организовать форумы по типу всероссийского селигера во всех регионах страны. Очень хочется, чтобы вы, молодые, учились, были лидерами, занимали активную жизненную позицию и росли до высот любых. Главная идея съезда – обмен опытом и создание новых проектов во всех областях общественной жизни. Интересы молодых людей отличаются, поэтому и работали они в различных направлениях. Шесть тематических площадок. Выбор обусловлен тем, чтобы эти направления были в нашем регионе. И все уже знают, что у нас есть «Беги за мной», «Арт-квадрат», «Технология добра», «Предприниматели». И поэтому те направления, которые у нас сегодня есть, по этим направлениям и будут работать площадки. В связи с тем, что форум проводится в рамках программы по патриотическому воспитанию, мы не могли, и тем более в преддверии победы, мы не могли обойтись без патриотической площадки. И также у нас год культуры, поэтому форум проводится при поддержке управления культуры, да, организатора управления образования. Поэтому у нас будет и площадка «Арт-квадрат». Обучать молодежь приехали опытные специалисты из разных городов России. Например, Игорь Узлов, один из известных организаторов «Вечерок» в России, стал тренером площадки «Арт-квадрат». «Вечерки» — это возрождаемая в регионах форма досуга, построенная на народных традициях. Во многих городах России «Вечерка» уже стала трендом. Народные танцы, песни, игры и чаепития — вот составные таких встреч. Результат двух дней работы — фестиваль творчества в следующем летом в селе Тельвиска. Молодежный лагерь «Тельвискарт», и в нем будут проходить различные мастер-классы для молодежи по разным направлениям искусства, и в том числе вот то направление народное, фольклорное, которое было представлено вот в этот раз на форуме. Спортивная и неравнодушная к своему здоровью молодежь объединилась на площадке «Беги за мной». С участником программы работали фитнес-тренер и диетолог. Специалист по питанию провела мастер-класс по приготовлению вкусной и здоровой еды. Оригинальное оно тем, что оно питательное, и не очень много там жиров в нем содержится, потому что тушеные овощи, оно не жареное, практически будет мультиварк. Образовательная площадка «Все дома» собрала молодых людей, заинтересованных в построении карьеры в сфере жилищно-коммунального хозяйства, готовых работать над улучшением жилого пространства или уже имеющих идею или разработку, направленную на модернизацию отрасли. Активисты представили два уже готовых проекта. По установке в подъездах экономичных, срабатывающих на движение ламп, что позволит реально окупить их за два года. Плюс они не будут перегорать, лампы светодиодные, они не будут перегорать, что позволит экономить жителям деньги в итоге. И второй, это по благоустройству, это, во-первых, специальные парковки для велосипедов, стойки, чтобы можно было парковать велосипеды, чтобы их не достали, где попало. И по установке спортивных площадок. Для действующих и будущих предпринимателей в первый день работы выступил эксперт из Архангельска с мастер-классом на тему «Убеждай и побеждай». Создатель школы ораторского искусства Александр Смирнов рассказал, как должен выглядеть успешный человек и дал практические советы по ведению своего дела. На второй день работы организаторы пригласили бизнес-тренера Барри Алибасова, успешного предпринимателя и консультанта. За последние пять лет открыли 10,5 тысяч бизнесов в 46 регионах России. И вот, если не ошибаюсь, второй год активно программа стартует в Ненецком автономном округе. Меня пугали, что люди немножко будут заморожены. Я увидел сегодня ребят здесь в кинотеатре, не то что не замороженных людей, а с горячими глазами, готовых действовать, которым просто нужно осветить дорожку. Вот туда бежать и туда бежать. Потому что главная проблема, чаще всего, для того, чтобы начать бизнес, это вот эта вот самая лень. А здесь, наверное, в северных условиях быть ленивым, это не способствует твоему выживанию. Итоги форума подвели на традиционной ярмарке молодежных объединений Ненецкого округа. Награды получили победители премии за вклад в реализацию молодежной политики Ненецкого автономного округа, конкурса грантов на поддержку талантливой молодежи и конкурса «Доброволец года». Почетным гостем праздника стал глава региона Игорь Кошин. Он оценил деятельность объединений округа и лично пообщался с их лидерами. Бороться, искать и не сдаваться. У нас замечательная молодежь. Мы отработали новые формы взаимодействия, мы отработали новые формы помощи. У нас сегодня есть понимание, как мы будем реализовывать большое количество проектов. Поэтому сегодня это тот случай, когда инициатива приветствуется, инициатива поощрится. У нас прекрасная молодежь. Поэтому только вперед. Как сообщили организаторы слета, все задачи выполнены. В следующий раз молодые люди соберутся вместе следующей осенью на пятом патриотическом молодежном форуме «Наследники Победы». Голоса учеников детской школы искусств поселка Искатели услышали в Петербурге. Младшая группа хоров Северной столицы посетила фестиваль-конкурс музыкально-художественного творчества «Праздник детства». На международной площадке они исполнили свои самые любимые песни и уже полюбившиеся зрителям произведения. Замечание основное, чтобы вы трубку послышали. Все, Машу, давай. Муха в баню прилетела, попариться сократила. Международный фестиваль-конкурс музыкально-художественного творчества «Праздник детства» в 18-й раз собрал любителей различного рода искусств. Артисты из Эстонии, Северного Кавказа, Коми, Адыгеи, Бурятии, Карелии, Ненецкого округа и других регионов представили свои лучшие произведения. Участвовало 40 участников, как вокальные были номера, так и хоровые коллективы выступали. Конкурс был международный, поэтому выступали не только с России, выступали также с Эстонии, даже были, по-моему, участники из Чехии. Но, по крайней мере, нас оценивал профессор Пражской консерватории. Молодые таланты в возрасте от 4 лет выступили в номинациях вокал, хореография, театральное, инструментальное, изобразительное творчество, декоративно-прикладное искусство. Детская школа искусств участвовала в конкурсе впервые. Покорять сцену концертного зала Санкт-Петербург отправились 14 ребят. Я первый раз выступала в каком-то городе, это было в Санкт-Петербурге, и мне там очень понравилось. Наши ребятки очень достойно выступили в номинации «Хоровое пение». Они стали лауреатами второй степени. И, кроме того, у нас выступили девочки в инструментальном творчестве, пианисты. Они стали дипломантами. Так что очень удачное, считаем, выступление, и мы гордимся ими. Наши артисты приехали с наградами, дипломами лауреатов и Кубком за игру на инструментах. На Ринмарце снова увидят главного Деда Мороза России. Из Великого Устига он приедет 20 декабря. В этот день на главной площади города Марацей пройдет конкурс-фестиваль Дед Мороз Заполярье. В программе красочного праздника – парад главных волшебников страны. Главный Дед Мороз страны из Великого Устига приедет специально, чтобы с наступающим Новым годом поздравить всех жителей субъекта. Для маленьких гостей фестиваля запланирована игровая программа, конкурсы и хороводы. После этого на площади Марацей состоится торжественное зажение главной елки Наринмара. Дед Мороз уже написал письмо в туристический центр с просьбой разместить в нем сам свою резиденцию. Там он планирует принимать гостей и знакомиться с Ненецким округом. Мы его познакомим с тем, как у нас живут люди, обязательно познакомим с тем, как живут у нас оленеводы, чтобы он это все увидел, чтобы больше внимания на них обращал. И мы надеемся, что люди тоже отвернутся, приедут для того, чтобы с ним постричаться, для того, чтобы дедушка был счастлив. Потому что чем больше людей, тем больше радости у Деда Мороза, тем больше будет радости в Новом году. И теперь новости спорта. Золотом и серебром пополнили копилку воспитанники из Дворца Спорта Норд. Награду наши боксеры привезли с 30-го областного турнира класса Б памяти основателя Слободской школы бокса Геннадия Буланова. Соревнования проходили в Кировской области. На ринг вышло более 200 спортсменов из семи регионов России. Героем прошедшего турнира стал 15-летний Ренат Магерамов. В весовой категории до 42 килограммов он завоевал первое место. На ринг спортивного комплекса «Красный Октябрь» юный спортсмен выходил дважды. В полуфинале вырвал победу у нижегородского спортсмена. А вот финальная встреча на ринге с кировчанином заставила Рената изрядно поволноваться. «Боев у него было много, чем у меня. Но был такой нормальный соперник. Немножко получше меня. Но я по технике его сделал». Удача в турнире сопутствовала и двоюродному брату Рената Кенану Исмаилову. В своей возрастной группе он стал серебряным призером, проиграв в финальном бою сильнейшему спортсмену Кировской области. Всего на ринг в спортивном комплексе вышло более 200 спортсменов из Санкт-Петербурга, Нижегородской, Кемеровской областей, Пермского края, Республики Коми, Архангельской области и Ненецкого округа. Наш регион представляли 8 боксеров. Но не всем удалось дойти до 50-го почёта. Денис Асташев и Дмитрий Рочев проиграли во вторых боях будущим победителям турнира. По словам тренера Александра Андрюкова, матчи проходили практически на равных. Можно поставить им четвёрочку. Кто-то не справился немножко с волнением, были ребята, которые только второй раз выезжают. Но, в принципе, показали ту работу, которую мы с ними проводим, в правильном направлении двигаются, стараются. Ну, выходит на свой уровень потихонечку. Ближайшие состязания юных боксёров ждут уже завтра. В 12 часов в Красном стартует турнир по боксу «Арктическое сияние». Участие примут 50 спортсменов из города Искателей и Красного. В рамках турнира определят лучшего боксёра. Он получит специальный приз от губернатора региона. Такова была картина прошедшей недели. Какая будет следующая, узнаете из наших выпусков новостей. Я же с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до встречи на Севере.